24 марта 2014 года вышел указ президента Российской Федерации о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне». В нем говорится о том, что для дальнейшего совершенствования государственной политики в области физической культуры и спорта в Российской Федерации с 1 сентября 2014 года вводится в действие Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». В нем определены цели, задачи, принципы, содержание, структура и методика внедрения комплекса ГТО. Для чего же нужно стремиться молодежи 21 века к выполнению нормативов комплекса ГТО, к получению знаков отличия? Ответ на этот вопрос для каждого молодого человека может быть свой. Кто-то хочет сравнить себя со старшими членами семьи, имеющими советский знак ГТО, Кто-то хочет попробовать достичь конкретного результата и проверить свою силу воли и настойчивость, а кто-то просто привык быть первым в учебе и спорте. Однако у всех, кто добровольно решил пройти испытания комплексом ГТО, есть одна общая черта – целеустремленность. Именно эта черта является наиболее важной для людей 21 века. Только целеустремленные и физически подготовленные люди смогут добиваться успеха в условиях конкуренции на рынке труда. С 1 сентября 2018 года в школе Сколково-Тамбов проводится активная работа по внедрению и популяризации комплекса ГТО, целью которой является пропаганда здорового образа жизни, вовлечение молодежи в регулярные занятия физической культурой, развитие массового спорта, гражданско-патриотическое воспитание молодого поколения. Внедрение проекта было организовано по нескольким направлениям. Мониторинг учащихся на уроках физической культуры в рамках комплекса ГТО. По итогам данного мониторинга каждый учащийся может наглядно видеть свое соответствие знаком отличия. Создание спортивного клуба Олимпийц, в котором функционируют такие спортивные секции, как баскетбол, волейбол, палеотлон, легкая атлетика, шахматы, самбо, секция по общей физической подготовке. Более 80% воспитанников нашего спортивного клуба являются учащимися школы Сколково-Тамбов. Неотъемлемым направлением является вовлечение учащихся в соревновательную деятельность. В течение учебного года в нашей школе проходит спартакиада по различным видам спорта. На протяжении многих лет наши учащиеся являются победителями и призерами муниципальных соревнований по легкой атлетике, палеотлону, баскетболу, шахматам. Команда учащихся в школу неоднократно становилась победителем президентских соревнований на муниципальном этапе, а также призерами регионального этапа. Кроме учащихся в соревновательную деятельность вовлекаются их родители. В рамках семейных праздников проводятся такие соревнования, как папа-мама-я спортивная семья, гонка ГТО, семейные новогодние эстафеты. Ведется активное информационное сопровождение и освещение всех спортивных мероприятий на странице спортивного клуба. Проводятся классные часы на такие темы, как ГТО «Стиль современной жизни», «История возникновения и возрождения комплекса ГТО», «Разъяснительные беседы о предстоящих событиях и соревнованиях в рамках комплекса ГТО». Также ведется работа с интернет-порталом комплекса ГТО, где все учащиеся создают себе личный кабинет, ознакомливаются с условиями, временем и местом выполнения испытаний. В течение всего учебного года проводится масштабная работа по организации и сопровождению учащихся для сдачи норм ГТО. Конечно, не всем учащимся под силу сдать нормативы комплекса ГТО на золотые знаки отличия, но мы стремимся к тому, чтобы процент таких учащихся год от года возрастал.